Центр олимпийской подготовки Тюмень Дзюдо Здравствуйте все любители Дзюдо! Меня зовут Артём Инга Ирина Николаевна и мы с вами продолжаем наш цикл тренировок для младшего возраста. Сегодня мы с вами проведем разминку такую же, как и на первой тренировке. Итак, приготовились. Руки на пояс, наклоны головы. Раз, два, делаем медленно. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращение головой. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Наша тренировка всегда начинается с разминки. Поэтому мы обязательно с вами должны размяться, подготовить свои мышцы и свое тело к выполнению новых упражнений. Разминку повторяем ту, которую мы делали с вами на первой тренировке. Сегодня, после разминочки, мы с вами будем работать опять с поясами. Нам нужно два пояса. Итак, наше первое упражнение. Пояса лежат параллельно друг к другу. Между ними входит стопоременка, для того, чтобы оно было удобнее выполнять упражнение. Итак, наши прыжки. Еще раз берем медленно. Кто постарше может взять мячик? Мячик удобный. Для чего мы это делаем? Повторяю еще раз. Когда дети прыгают, их руки болтаются. Нам этого не нужно. Они должны всегда быть на уровне в труде. И так. Раз, два, три, четыре. 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 И теперь возвращаемся назад. Раз, два, три, четыре. 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 Хорошо. Следующее упражнение. Тоже прыжки. Встаем, ноги за поясами. Когда подпрыгиваем, ноги внутри дорожки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующие прыжки. Встаем, ноги за поясом. Когда мы делаем прыжок, одна нога идет в середину. Вторая поднимается. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И назад. Та же нога идет в середину. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То же самое на другую ногу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И назад. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Следующее упражнение. Заходим в серединку. Выходим. Заходим. Выходим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все упражнения делаем на носочках, не на полной стопе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Хорошо. Следующее наше упражнение – это передвижения. Эти передвижения используются для сдачи белого пояса. Поэтому мы будем их учить уже с раннего возраста. Смотрите, ребята. Также наши пояса нам в помощь. Для того, чтобы при передвижении ноги не крестились, не соединялись, мы ставим ножки за пояса. Ноги, стопы стоят параллельно. Ножки полусогнутые в коленях. На прямых ногах не делаем упражнение. Ноги полусогнутые. Мы должны быть с вами как пружинка. Начинаем. Шаги. Стопа идет на носочек. Мы как бы скользим. Раз, два, три, четыре. Спина ровно. Раз, два. И назад также. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрим перед собой. Спину не сгибаем. Ноги не выпрямляем. Контролируем себя. Следующее передвижение. Приставными шагами вперед. Здесь все очень просто. Также встали в нашу обычную дзюдоистскую стойку. Стопы параллельно. Ноги полусогнутые. Левая нога вперед. Поставим. Спина ровненькая. Не нагибаемся вперед за ногой. Стоим ровно. И приставными шагами. И назад. Стараемся не шагать на пятку. Это неправильно. Всегда двигаемся на носочках. Следующее. То же самое. Выставляем правую ногу вперед. И также приставными шагами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее у нас. Повороты на белый пояс. Встаем внутрь дорожки. Держим мишку на разворот на 180 градусов. Делаем поворот вперед, в сторону носочка. Делаем шаг вперед. Раз. Встали. Фиксируем стойку. Ноги полусогнутые. Два. Встали. Три. Четыре. Развернулись. Сейчас поворот на 180 градусов назад. Пяточку ноги левой заносим назад шагами. Раз. Два. Раз. Два. Следующий. Разворот с крестным шагом. Правая нога шагает за пояс синий. Раз. Левая нога уходит назад за белый пояс. Встали. Еще раз. Раз. Два. На носочках развернулись. Раз. Разворачиваемся на носочках и контролируем стоечку. Раз. Два. Хорошо. Следующий поворот. Также с крестным шагом, но назад. Отставляем правую ногу назад за синий пояс. Раз. Раз. Левая нога идет вперед. Два. И еще раз. Раз. Два. Раз. Два. Контролируем стоечку. Спинка прямая. И раз. Два. Хорошо. Следующее упражнение мы с вами делали его на прошлой тренировке. Зашагивание. Встаем. Правая нога у нас уходит вперед. Левая сзади. Правой ногой шагаем вперед. Раз. Левая заходит в середину поясов. Два. И выходит, встает на уровне с правой ногой. Правой ногой шагаем. Раз. Два. Раз. Два. Разворачиваемся. И с левой ноги делаем то же самое. Раз. Два. Встали. Нога должна вернуться, чтобы быть на уровне с левой ногой. Встали. Шаг. Встали. Шаг. Два. Раз. Два. И делаем. Стараемся доводить до максимальной скорости, которую вы можете использовать. И самое главное, чтобы это было правильно. Я чуть-чуть ускорю темп, чтобы вам было немножко понятно. Руки не отпускаем никуда. И еще, ребята, контролируйте, пожалуйста, себя. Все упражнения делаются. Мы перекатываемся с пятки на носочек. С пятки на носочек. На полной стопе не прыгаем. Мне даже тяжело прыгать на полной стопе. Все передвижения делаем с носочка. Очень много ошибок, когда вы присылаете видео, вы прыгаете на полной стопе. Это, во-первых, и травмоопасно, и неправильно. Следующее наше упражнение будет с мячиком. Все движения те же самые, только добавляем мячик. Это мы будем с вами развивать нашу координацию. Попробовали, встали в стопе. Поиграли с немножко мячом. Не надо сильно его ударять от пол потихоньку, чтобы вы могли его поймать. Чтобы он слишком высоко у вас не прыгал. И начинаем. Приставными шагами передвигаемся. Раз. Маленьким деткам. Лучше делать, когда они сделали приставной шаг, и потом идет мячик. То есть, раз, мячик, поймали. Раз, мячик, поймали. Раз, поймали. У кого уже получается хорошо, добавляем темпа, и мячик чуть чаще у нас удаляется от пол. То есть, мы делаем. И назад. У кого хорошо получается, ускоряем темп. Оп, и у меня он летает. Следующее. Повороты на 180 градусов. Делаем. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. И повороты с крестным шагом. Делаем. Раз, два, три. Раз, два, три. С левой ноги. Раз, два, три. И побыстрее. Раз, два, три. Ноги полусогнуты. Работаем на носочек. Молодцы. Следующее упражнение мы будем работать с мячиком, но возле стеночки. Для чего это упражнение? Для того, чтобы вы приучили себя держать ручки на уровне груди и не бояться приближающего предмета. Делаем. А еще главное, смотрите, то же самое, стоечка. Обязательно работаем как пружин. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Силу удара тоже контролируйте. Не надо сильно ударять об стеночку. И на уровне своих глаз работаем. Если у вас это получается, добавляем приставные шаги. Приготовились. Пошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Получается? Молодцы. А теперь у кого прям хорошо получается. Берем вот такой вот мячик. С этим мячиком у нас еще будут хватательные движения. То есть для того, чтобы мы брали захват. Не просто тянули руки, но еще схватили его. Попробовали возле стеночки не двигаться никуда. Просто в стоечке. И если получается, делаем приставные шаги. Раз, два, три. Четыре, четыре, пять. Молодцы. На этом наша тренировочка сегодня закончена. Все упражнения на координацию у вас может сразу это все не получаться. Сначала добейтесь выполнения одного упражнения хорошо, а потом переходите к другому. Не торопитесь сразу сделать все. Спасибо всем за тренировку. До свидания. Сидим дома. Центр олимпийской подготовки. Тюмень. Зюдо. Дюйни. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Тということで